Всем здорова, друзья! Я просто не мог обойти эту новость стороной и не записать видео о моем любимом Баттлфилде. Как многие из вас уже знают, вчера в сеть слили ну очень правдоподобную информацию о пятом Баттлфилде. Сомневаться в том, что это фейк, лично я не вижу никакого смысла. До этой утечки уже десятки раз в разных интервью или просто где-то в записях говорилось о том, что это будет именно номерной Баттлфилд. Да и само содержание слитой информации ну очень сильно похоже на правду. Того, что писали наши информационные источники мне показалось мало. Я поискал еще больше информации и посмотрел несколько видео западных блогеров. Все, что я узнал, я вам сейчас расскажу. Итак, игра будет называться Баттлфилд 5 с возможным подзаголовком Восточный фронт. Почему возможным, расскажу чуть позже. Точные детали сюжета пока неизвестны. Есть две очень слабых версии. Первая склоняется к тому, что это будет прямое продолжение сюжетной кампании Баттлфилд 4. Вторая к тому, что это будет прямое продолжение последнего дополнения к Баттлфилд 4 Final Stand. То есть недалекое будущее. В обеих вариантах Россия нападает на Европу и вторгается в ближайшие страны. Это Украина, Беларусь, Эстония и Литва. Также в утечке говорится, что из всех карт, точное число которых неизвестны, четыре карты будут столицами вышеперечисленных стран. Это Киев, Минск, Толин и Вильнюс. Идем дальше. Еще вчера было опубликовано вот такое вот фото. Как вы видите, первым в списке идет название того самого Восточного фронта и четыре карты, релиз которых состоится 6 декабря. Я не знаю почему, но вчера, как только появилась эта новость, все наши новостные ресурсы начали подавать это так, как будто первый пункт это сама игра с заголовком и первые четыре карты, а остальное это еще четыре дополнения. Ну как бы любой игрок в Баттлфилд знает, что премиум всегда включал в себя пять дополнений по четыре карты. Релиз первого дополнения был как раз в декабре, а релиз самой игры в октябре. Так что лично я уверен, что это список всех пяти дополнений, а сама игра будет называться просто Баттлфилд 5. Читая название карт первого дополнения, сразу становится ясно, что это как раз те четыре карты, о которых я упоминал в начале. Здесь у нас конечно же операция революция, нападение на Вильнюс, советское укрытие и логово мятежника. В описании как раз написано, что Россия нападает на Европу. Исходя из этого, можно предположить, что о сюжете мы вообще еще ничего не знаем, а две существующих основных версии построены, исходя из анализа первого дополнения. Второе дополнение называется Павший дракон. Читая название карт, становится очевидно, что это аналог дополнения в четвертой части Second Assault. Здесь у нас четыре лучших карты четвертого Баттлфилда, покажут в новых красках, используя новые технологии. Третье дополнение называется Прототип войны. Дополнение перенесет нас в недалекое будущее. Название карт Немецкий завод, Атомные исследования, Огненные лезвия и Операции Архангел. Четвертое дополнение называется Атака Титанов. Действия дополнения развернутся в Тихом океане. Название карт Райский остров, Операция Рыбья голова, Падение титанов и Малиновый дракон. Последнее дополнение называется День независимости. Здесь скорее всего будет реализована давняя просьба игроков устроить по-настоящему масштабные боевые действия в городе, так как название карт Лос-Анджелес, Орегон, Национальный парк и Сан-Франциско. В общем, на этом все. Это вся информация, которая известна на сегодняшний день. Лично я еще могу предположить, что будет новый движок, Frostbite 5 например, и просто эпичная разрушаемость. Я игру безумно жду, сколько бы на этом ни стоило, куплю сразу вместе с премиумом. Давайте ждать игру вместе. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, там я публикую самые свежие новости о играх, фильмах, сериалах, да и вообще о всем, что интересно современному человеку. Не забывайте также ставить лайки и оставлять комментарии о том, что вы ждете от нового Battlefield. А на этом я заканчиваю. Всем удачи и пока!